Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программы «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виталий Матюшин и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходимы компетентные комментарии. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Планы и перспективы. Председатель Брестского госполкома Александр Рогачук провел встречу с коллективом Брестского государственного университета имени Пушкина. Сотрудничество и инновации. В Бресте с рабочим визитом побывали представители Центра интеллектуального и творческого развития «Интел Рост» и Русского космического общества. Там, где о вкусах спорят. Лучшего начинающего повара определяли на базе ресурсного центра Брестского торгово-технологического колледжа. Конкурс профессионального мастерства объединил около десятка учащихся профильных учреждений региона. Об этом и о многом другом в программе «Итоги недели» прямо сейчас. Текущая рабочая неделя была достаточно насыщенная в плане проведения дискуссионных площадок. Так, в областном центре состоялся второй форум «Берестейский диалог». Экспертами и спикерами, на котором выступили авторитетные представители различных сфер деятельности. Кроме того, прошли точечные локальные встречи в трудовых коллективах. Так, Брестский государственный университет имени Пушкина в рамках рабочего визита посетил мэр города Александр Рогачук. На повестке дня оказались тезисы 6-го Всебелорусского народного собрания, а также перспективы города на ближайшие несколько лет. Общение получилось достаточно живым. За час открытого диалога было озвучено немало тем вопросов-предложений по развитию областного центра. Главные тезисы большой дискуссии в нашем первом материале выпуска. Встречи руководителя города с коллективом Пушкинского университета давно стали хорошей традицией. Ведь ориентиры и приоритеты для областного центра нужно определять, исходя из потребностей людей. Об этом Александр Рогачук говорил неоднократно. Минувший 2020 год поставил перед городской системой целую цепочку вызовов, главным из которых стала борьба с коронавирусной инфекцией. И здесь рассмотреть пришлось сразу два аспекта. Врачи трудились не покладая рук, оказывая всю необходимую помощь ковидным пациентам. Резко возросла нагрузка на аппаратуру. Что-то пришлось экстренно докупать. Бюджетные средства были переориентированы, как переориентированы и подходы по развитию города. Пандемия открыла и новые экономические грани. Поэтому главная цель, которая стоит сегодня перед руководством – диверсифицировать рынки, усилить те направления, где ранее были достаточно серьезные успехи, и сделать акценты на позиции, которые используются, недостаточно эффективно. Это развитие туризма. Город Брест интересен для туристов. Это тоже часть экономики. И, конечно, максимальное использование нашего географического положения, я имею в виду логистик и наш транзит, чтобы город Брест зарабатывал и на этом. Самодостаточный бюджет – это решение социальных проблем горожан. Это то благоустройство, это то медицинское обслуживание, то качество жизни, о котором мы все говорим. Поэтому надо зарабатывать для того, чтобы жить достойно. Конечно, не обошел в своем разговоре Александр Рогачук и тезисы 6-го Всебелорусского народного собрания. Развитие регионов и региональных центров станет задачей номер один на ближайшую пятилетку. И здесь важно, чтобы свою эффективность и состоятельность показали все сферы без исключения. Одним из приоритетов социально-экономического развития страны является развитие регионов. Поэтому абсолютно логично, что развитие города Бреста – это основная часть общего процесса. Те задачи, которые были поставлены на Всебелорусское собрание, они требуют максимального напряжения сил управленцев, всех представителей сфер нашего города, в том числе и образовательной сферы. Брестский государственный университет имени Пушкина – кузница кадров разного профиля. Причем с каждым годом в числе абитуриентов, а после и студентов становится все больше граждан иностранных государств. В ВУЗе стремятся держать высокую планку качества образования, а постоянные программы по обмену и взаимодействию позволяют развивать материально-техническую и педагогическую базу в соответствии с потребностями времени. Многие наши студенты и преподаватели могут многое сделать для поддержки развития своей малой родины. Это различные волонтерские движения, экологическое направление, чистоты города и партов и так далее. От монолога к диалогу. В рамках встречи ее участники достаточно живо и открыто задавали интересующие их вопросы. В частности, совершенствование системы учреждений спортивного направления, развитие и поддержка баз подготовки будущих олимпийцев. Интересовались педагоги методиками и принципами принятия управленческих решений. Кроме того, звучали из зала и предложения. В декабре прошлого года на факультете проходила конференция «География в учебно-воспитательном процессе школ и вузов». И в ходе обсуждения одного из докладов, посвященного географии и сохранности волнов на Брещине, появилась идея о несознательном городе музее волнов. Но не такой, как в Минске, где все волны на одной площадке. Сделать его распределенным. Например, одна часть около Центра молодежного творчества, другая в парке-тощелетие, третья на новой строящейся набережной. Соединить это все велодорожками. Ну а дальше можно выходить уже за пределы города Бреста в районы. А как вам такая идея, понимаете, что здесь наш город? Это неодопратная, интересная форма, популяризация, но правда это очень интересно. Разговор о ситуации в стране и городе продлился чуть более часа. Однако он получился тезисным и конструктивным. Александр Рогачук был предельно открыт и конкретен. В целом, такие встречи, по мнению городоначальника, это хорошая возможность сверить часы и определить приоритеты на ближайшее время. Эти встречи для меня полезны тем, что я питаюсь идеями людей, направленных на развитие нашего города. Я чувствую их пожелания и вижу в этом ситуации у нас полная гармония и понимание, что Брест должен двигаться вперед и стать самым ярким ожерельем среди всех областных городов нашей страны. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букуночь, Александр Макаревич. Специально для итоговой программы. Одна из тем, которую в ходе встречи обозначил Александр Рогачук, на развитие интеллектуального потенциала и расширение производственных площадок для высокотехнологичных бизнесов в черте города. В частности, речь шла о концепции, презентованной недавно в Брестском горесполкоме по созданию зоны SmartBrest. Идея проекта появилась еще в 2018 году после посещения аналогичного кластера в Китае. Сегодня изыскиваются ресурсы и возможности для того, чтобы сделать уникальную задумку частью обычной городской реальности. Что предусматривает проекты, какие шаги уже сделаны в этом направлении, об этом не только подробнее прямо сейчас. Разговор о развитии Бреста как умного города стал активнее получать свое проектное продолжение после присоединения областного центра к инициативе Symbio City. Сегодня задача, которую ставят перед собой архитекторы и планировщики, заключена в первую очередь в том, чтобы каждый квадратный метр земли приносил свою реальную пользу как для экономики, так и для человека, который живет неподалеку. Тенденции таковы, что от масштабных промышленных комплексов с каждым годом человечество все больше переходит на роботопроизводство, а на предприятиях повышается потребность в высококвалифицированных кадрах. Так, сначала на бумаге, а после и в проектном решении была разработана концепция зоны SmartBrest. Ее авторами выступили работники Брестского научно-технологического парка. Эта территория, по большому счету, в центре города. И на текущий момент эта территория становится довольно проблематичной для самого города. То есть здесь нет никаких транспортных дополнительных коммуникаций. То есть эту территорию приходится объезжать вокруг. Дальше, ну здесь есть все коммуникации, здесь даже железнодорожный подъезд. Но те предприятия, которые находятся на этом пятачке, то есть, по большому счету, им эта территория вот в таком количестве, им уже не нужна. То есть если мы вспомним, что на этой территории находится, вы поймете, о чем я говорю. То есть им достаточно там уплотниться до 15-20% этой территории, и они будут даже более эффективны, чем вот с нагрузкой в виде этой территории. Участок в 120 гектар, расположенный в непосредственной близости с крупным дорожным сообщением, ограниченный улицами Янки-Купалы, Пионерской, Московской, Советских Конституций, сегодня носит условное название «Терра-Инкогнито» – «Земля неизвестная». На проектированной площади уже проведены все коммуникации, что уже делает площадку выгодной для бизнеса. В проекте предусмотрено обновление старых корпусов под необходимые новые промышленные комплексы. При этом речь идет о реконструкции с применением зеленых технологий, экологичные материалы, активное зеленение, а также развитие полного комплекса услуг. Задача не только территорию развивать, но и в принципе формировать вот тот центр развития региона, не только Врест, мы говорим, это область все-таки, потому что сюда мы все-таки подтягиваем и университеты, и те молодые команды, которые что-то хотят сделать, либо уже делают, то есть наша задача – это развивать. Плюс, ну, чтобы было понимание, те же самые китайские зоны развития, там, опережающего развития в Российской Федерации, это мало того, что производственные, они еще обычно в себе несут какой-то объединяющий центр социальный. То есть если мы возьмем, ну, самый простой пример, там, технопарк Гонконга, это офисный массив, производственный массив, злой массив и социально-культурный массив. То есть когда я говорю, что в технопарке находится там 21 объект торговли общественного питания, это нормально, потому что организации, которые занимаются инновациями, они ими могут заниматься 2-4 часа в сутки. Иногда хочется поесть их в 3 часа ночи. То есть и задача не просто создать им вот офисы производства, что все-таки они 2-4 часа могли заниматься тем, что они хотят делать, что они хорошо получаются. Робототехника, 3D-печать, дополненная реальность, облачные технологии. Свою рабочую зону здесь могут найти те, кто хотел бы развиваться в регионах. Для того, чтобы и дальше продвигать расширение, сегодня в самом технопарке проводятся ремонтные работы в дополнительных помещениях. Так у инициативных брещан будет возможность сначала стать резидентом научно-технологического парка в качестве стартапа, а после, сформировавшись как полноценный бизнес, перейти на территорию зоны смарт-брест, где иметь также свои привилегии. Сейчас же технопарк находится в стадии реконструкции. То есть у нас есть здание, это не та территория, которая по проекту «Умный Брест». В этом здании сейчас происходят работы по реконструкции. То есть мы как планировали здание увеличить площадь в два раза, так оно в принципе даже больше получается. То есть из тех помещений, что у нас были, 10 тысяч метров квадратных, мы делаем 20 тысяч метров квадратных. Как раз сейчас строительный трест наш номер 8 ведет работы. И к концу года мы в принципе должны будем получить первое помещение для предоставления резидентов. Но что самое интересное, уже сейчас расписаны эти помещения почти два с половиной этажа. Проект зоны смарт-брест был продемонстрирован губернатору в рамках расширенного заседания в конце февраля. Концепция получила одобрение. Реализовать ее планируется в рамках государственно-частного партнерства. И за таким проектом городские власти видят будущее областного центра. Приоритет это создание индустриального парка, не IT-кластера, а индустриального парка на базе парка высоких технологий в центре нашего города. Приоритет это реформирование наших предприятий, которые еще до сих пор из того уже давнего советского прошлого, но работают не самым эффективным образом. Подобные кластеры уже развиваются в мире в числе топовых научно-производственных площадок, аналогичной территории в Китае и Сингапуре. Инновационная территория смарт-брест параллельно должна быть привлекательна и интересна жителям города, при этом сохранять свою научно-производственную составляющую, чтобы со временем терра инкогнито стала землей обетованной. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Беларусь и Россия – два государства, которые неразрывно связаны общей историей, биографиями великих людей, традициями. Совместными силами реализуются многие проекты как в рамках союзного государства, так и точечно в области научного, культурно-просветительского и образовательного взаимодействия. На текущей неделе Российский Центр интеллектуального и творческого развития Intelrost совместно с Русским космическим обществом при поддержке корпорации Роскосмос презентовали в Бресте международную премьеру художественного фильма «Эра» и проект «Киноуроки в школах России», а также заключили официальные договоры о сотрудничестве с учреждениями Брестского региона. Людмила Логодич продолжит тему. Премьера российского художественного фильма под названием «Эра» собрала представителей различных учреждений образования нашего города, руководителей, преподавателей, социальных педагогов и психологов, всех тех, кто воспитывает и обучает подрастающее поколение. Опыт приобщения к искусству и знаниям через просмотр кинолент, наполненных идеями высокой нравственности, это актуальный и эффективный инструмент воспитания молодежи. «Эра» – это первый фильм, который снят вместе с Русским космическим обществом и «Интел Рост» организаторами и инициаторами этого проекта. И фильм актуализирует такое качество, как «Мечта» и профессию космонавта. И он как раз напрямую связан с тем, за что сражались здесь наши деды и прадеды. Они сражались за мечту, они сражались за тот образ будущего, за который им не страшно было отдать свои жизни. Поэтому «Мечта» – это то, что мы сегодня привезли этот фильм, привезли два других и хотим инициировать съемки нового. Сюда мы привезли как саму методику, которую хотели бы, чтобы здесь тоже приняли на вооружение и начали внедрять в системе образования и воспитания человека, молодого человека, ребенка. Так и подход к организации этих съемок, потому что ведь в основу съемочного процесса, в съемку подготовки к съемкам ложится такая вещь, как киноэкология. Концепция, она очень простая. Искусство должно встать на службу воспитания и образования. И это самое главное, потому что в принципе в истории человека нет другого и лучшего инструмента, как искусство, которое должно формировать и внутренний мир человека, и образы героев для подражания, и модели поведения. Поэтому это прямая задача. И педагогу сегодня очень сложно заниматься воспитанием, когда вокруг другие среды информационные, ему нужен инструмент. И вот одним из инструментов этого является кино. В данном случае мы создаем детские художественные игровые фильмы, и каждый фильм на одно какое-то человеческое качество. Интерес к российскому проекту действительно велик. А все потому, что он направлен на нравственное и духовное воспитание детей и подростков. Ведь ни для кого не секрет, что многие современные ютуб-каналы, анимационные и художественные фильмы все же больше ориентированы на развлечение школьника, чем на его развитие. Фильм «Эра», как и восемь других кинолент, с методическими разработками были одобрены Национальным институтом образования Беларуси и теперь могут быть использованы для проведения внеклассной воспитательной работы. Данный проект очень интересен тем, что он способствует нравственному становлению подростков для того, чтобы сформировать у ребят определенные качества, именно моральные качества, нравственные качества, как будущего гражданина своей страны. Будет представлен этот проект, рассказано, а поэтапное внедрение, скажем так, о возможности будут данной рекомендации Главным управлением по образованию об использовании данных фильмов в образовательном процессе. После презентации проекта российская делегация направилась в героическое место славы, которое объединяет наши народы – Брестскую крепость. Здесь для участников межгосударственной встречи была проведена экскурсия. Гости возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания павших героев. Это уникальное место, которое не оставляет, безусловно, я думаю, никого равнодушным, потому что это место духа, место силы, это место нашей общей памяти. И, конечно, вообще было бы правильно и было бы здорово, если бы так или иначе все могли хотя бы раз в жизни вообще здесь побывать. Встретили нас прекрасно, замечательно, как всегда, белорусская земля, гостеприимно, хлебосольно. Поэтому я думаю, что наша поездка, она будет плодотворна. Сегодня у российской делегации есть предложения, которые могут стать основой будущих проектов, направленных на всестороннее развитие молодежи. Тем для обсуждения немало, и обе стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, которое постепенно от формата официальных бумаг должно воплотиться в реальных полезных инициативах. Приготовление пищи – это язык, при помощи которого повар может продемонстрировать собственное мироощущение. Высказывание известного испанского кулинара Ферона Адрия тонко подчеркивает особую миссию людей, выбравших в качестве своего ремесла искусство готовить. И действительно, вкусные блюда не только радуют глаз и желудок, но и настроение. Сегодня подготовка кадров для этой сферы услуг является важной задачей, а стимулирование учащихся к повышению уровня своего профессионального мастерства даже внесено как пункт образовательной программы. На текущей неделе в областной центр приехали самые талантливые учащиеся учреждения из сферы обслуживания, чтобы показать свои навыки и умения в рамках конкурса профессионального мастерства по профессии повар. Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала в учебных лабораториях и посмотрела, как за считанные минуты из простого набора ингредиентов на свет рождаются настоящие кулинарные шедевры. Учебная лаборатория ресурсного центра Брестского государственного торгово-технологического колледжа на несколько дней стала местом встречи талантливой и амбициозной молодежи. Здесь проходил конкурс профессионального мастерства среди учащихся, выбравших для себя профиль поварского дела. К искусству готовить каждый из ребят пришел своей дорогой. Но то, что объединяет всех этих юношей и девушек, это желание доказать, что именно их гастрономические познания самые прочные и целостные. Тут надо приявить творчество, умение, быстрость и вкус. Вкус дать. Нравится очень сильно готовить, и моя семья пошла по этим стопам. Тоже решил стать поваром. Марина Свирская приехала для участия в конкурсе из Столина. Мама девушки давно и успешно работает поваром, поэтому выбор профессии был очевиден. Волнение, конечно, присутствует, но желание доказать себе и другим, что я могу, оказывается сильнее. И на выходе конкурсантка одной из первых представляет классический соус и начинает подготовку к следующему этапу. Новое. Просто учусь быстро. Нравится мне. Люблю эту профессию. Люблю свое дело. Вот и по-быстрому получается. Я всем желаю добра, и чтобы все победили, как говорится. Одинаковый набор ингредиентов, своя методика работы. Первый этап – приготовление соусов, дальше – холодные закуски и второе блюдо. Ребята у нас привыкли к подобным конкурсам, потому что они уже прошли первый этап конкурса, который проходит внутри каждого учреждения образования. Ну и с мастерами производственного обучения на месте они уже отрабатывали, потому что условия конкурса они получили, и ребята из одного набора продуктов, из одинакового, готовят одинаковые блюда. За всем, что происходит на большой учебной кухне, пристально наблюдали судьи и профессионалы в сфере гостеприимства и питания. Они, как никто другой, знают, что хорошие повара очень ценятся и могут сделать блестящую карьеру. Но для стремительного взлета к вершинам успеха нужно действительно любить свою профессию, постоянно совершенствоваться и не бояться экспериментов. И именно это они искали в представленных на суд произведениях кулинарного искусства. Ребятам нравится учиться в наших учебных заведениях. У них замечательные мастера производственного обучения, которые учат их этому всему и которые сами увлечены своей профессией. Поэтому такие дети у нас. Повар должен уметь готовить блюда региональной, национальной и мировой кухни, применять современные технологии и соблюдать санитарные правила и нормы, технику безопасности при эксплуатации оборудования и инвентаря. Согласитесь, немало. Однако только так, постоянно обучаясь и развиваясь, можно стать профессионалом своего дела. Именно профессионалами видят себя в будущем участники очередного испытания. Конкурс стал для них хорошей площадкой для самопрезентации, обмена опытом, отличной возможностью показать свои таланты и умения, чтобы знать, в каком направлении дальше двигаться и развиваться. К другим темам. Каждый из нас знает место, где человек, появившийся на свет, получает свой первый в жизни документ, и где семье, которая официально зарегистрировала отношения, будет вручено свидетельство о браке. Конечно же, это отдел ЗАГС Брестского госполкома. В это учреждение обращаются не только по приятным поводам. Документы о смерти и расторжении брака, также юрисдикция работников. В каких условиях сегодня происходит бракосочетание, какова статистика свадеб и разводов, и какие имена дают своим малышам брещане чаще всего, об этом расскажет Людмила Логодич. В отдел ЗАГС обращаются по разным поводам, но самый радостный и торжественный – это создание новой семьи. Сюда приходят, когда праздничные хлопоты, по подготовке к свадьбе закончены, куплено платье невесты, а приглашенные родные и близкие готовы разделить самые трогательные моменты жизни. К сожалению, по-прежнему церемонии проходят в условиях масочного режима и соблюдении мер безопасности. Но разве это помеха для настоящей любви? Решили малым кругом, как бы не хотелось нам большую свадьбу особо организовывать, близкими. Самыми близкими, да. В ресторан много человек не разрешали, и поэтому мы решили в тесном кругу. По хлопотам, я не знаю, у меня этим мама занималась, поэтому я только платье выбирала и с женихом костюм. Так у нас в основном родители занимались. Нам предлагали маленькую комнатку для бракосочетания, но мы решили уже с торжеством, красиво. Александр и Александра знакомы три года. Ей 19, ему 20. Несмотря на юный возраст, решение связать свои судьбы принимали не на эмоциях, а взвешенно и рассудительно, как и полагается в таких случаях. Предложение от будущего супруга Александра получила год назад. И только сейчас красивые и счастливые молодожены пришли в ЗАГС, чтобы скрепить союз клятвой и обменяться кольцами. В отделе ЗАГС Брестского госполкома за прошедший 2020 год было зарегистрировано 1756 брак. Уже в нынешнем году у нас уже создано 353 семьи. Радуя то, что за аналогичный период прошлого года мы вышли уже на плюс, на увеличение. У нас на 58 семей создалось больше, чем в прошлом году. Возможно, сказался и год высокосный, возможно, и пандемия сказывалась на этом. Но радуя то, что хотя уже не полных три месяца, но у нас уже пошло на увеличение. Что касаемо брачного возраста, в котором вступают наши молодожены в брак, то он у нас остается по-прежнему неизменным уже в течение двух лет. У жениха это 31 год, у невесты 29 лет. То есть уже достаточно сознательные молодожены к нам приходят в ЗАГС для создания своей семьи. А где есть семья, там и дети. Вот и молодой папа Вадим Полянчук пришел в ЗАГС, чтобы зарегистрировать рождение своего первенца и получить первый документ маленького брещанина. Ребенок родился 27 февраля, вес 3,280, рост 54 сантиметра, ну то есть такой среднестатистический, скажем, мальчик. Имя выбрали Мирон. Вообще предполагали, что будет девочка, но когда уже пошли на УЗИ, и там уже нам сказали явно, что будет мальчик, но это ничего не меняет. Очень рады и счастливы. За 2020 год нашим отделом было зарегистрировано 3832 новорожденных малыша. Но мальчики радуют то, что у нас лидируют. Мальчиков всегда регистрируется больше, соответственно и рождается их больше. Потом я всегда говорю каждый год, что наши барышни без женихов, наверное, не останутся. Даже вот сегодня у нас на 12 марта у нас уже более 700 записей составлено о регистрации новорожденных, и мальчики у нас лидируют. Пусть на 12 их человек больше, чем девочек, но все-таки мальчики опережают. В лидерах у нас остаются имена, самые популярные, что были в прошлом году. Мальчик у нас Михаил и лидирует в этом году на первом месте. На втором месте у нас занимает Артем. По прошлому году у нас второе место занимал Максим. Ну а среди девочек у нас неизменно три лидирующих места, которые принадлежат нашим барышням популярными именами. Мария, наверное, Анна и Анастасия. Они ежегодно только чуточку смещаются там. На один-два больше меняют себя местами. Да, имя – это то, что накладывает свой отпечаток на будущую судьбу. Но самое главное, чтобы этот маленький человек был окружен заботой, вниманием и любовью. А жизнь идет даже вопреки всем пандемическим неурядицам. И сотрудники органов ЗАГС продолжают делать свою работу. Ведь позитивные эмоции – это то, что должно присутствовать в наших буднях в полной мере. У радости нет границы рамок. Быть искренне счастливым имеет право каждый человек. Брестский театр «Кукол» – одно из мест консолидации талантливых брещан. Здесь работают люди, которые не представляют жизни без творчества. Большая команда создает не просто спектакли или новые постановки. Они делают нечто большее, позволяя зрителю окунуться в мир волшебства и детства. А актеры в этом сценарии являются проводниками. Они позволяют кукле рассказать свою историю и донести главное до публики. Перевоплощение в своего персонажа у актеров Брестского театра «Кукол» выходит основательное. Они доводят до совершенства все – и голос, и интонации, и жесты. И поддерживать такую высокую планку удается вот уже много лет Владимиру Тивосяну, которому 14 марта исполняется 60. О юбиляре и его творческом пути – наш следующий материал выпуска. Если ввести в строку поиска Владимир Тивосян, можно найти большое количество статей, в которых описаны награды актера Брестского театра «Кукол». А вот о нем, как о личности, информации мало. На это, скорее всего, влияет природная скромность человека и трудоголизм. Времени на интервью у него практически нет. Каждый день проходит в подготовке к новым постановкам, знакомстве со своими персонажами и работе в большой команде. Такой распорядок дня у Владимира Тивосяна уже более 10 лет, хотя знакомство с театром «Кукол» у него случилось давно – еще в 16. И, как отмечает сам актер, стало судьбоносным. Я становлюсь в машине, выходит Петр Иосифович, это был администратор Брестского театра «Кукол». А я с ним знаком, ну, как бы школьники. Ребята, вы куда идете, Володя, ты куда идешь? Я говорю, домой. Давайте я вас подвезу. Садимся к нему. Он говорит, Володя, нам нужны вспомогательный состав, то есть актер на месяц. Я точно не знаю, да, на месяц, наверное. Подработать хотите? Конечно, хотим. Мы пошли вот в театр. Олег такой был, друг мой, тоже вместе пришли. И вот мы месяц, нас взяли в этот вспомогательный состав, подработали, там пару рублей заработали. Ну, для школьника это было здорово. Вот тогда я познакомился, в принципе, с театром «Кукол». С тех пор в душе Владимира Тивосяна появилась особая любовь к театру «Кукол». И несмотря на то, что его жизненный путь был тернистый, извилист, работа всегда была связана с творчеством. Хотя к театру «Кукол» он окончательно пришел лишь в 2008 году. К своему решению Владимир Тивосян подошел осознанно, ведь перешагнув однажды порог театра «Кукол», он заболел им на всю жизнь. И это место стало для него местом силы. Я вот влюбился в театр, влюбился именно в театр «Кукол», потому что специфика именно театра «Кукол». Но я считаю, что она немножко так посложнее, немножко чем драматические актеры, потому что здесь присутствует все и драма, и живой план, и кукла, через которую ты передаешь все буквально эмоции, чтобы она жила, чтобы она умела, как говорится, жить, ходить, говорить, доносить. Ну и как бы интереснее, мне кажется, для меня чисто театр «Кукол», специфика актера театра «Кукол». Голубоглазого статного мужчину можно с легкостью узнать, даже если ваши места в спектакле находятся далеко от сцены. Сейчас актеры театра не всегда бойцы невидимого фронта, они больше не прячутся за ширмой. Часто театр позволяет интересно работать и с куклой, и без, и за сцены, и перед ней. Правда, в этом случае на аванс-сцену выходит актерское мастерство. Счастлив, что работаю в театре «Кукол», работаю актером. Мне это нравится, у нас очень хорошая атмосфера, очень хорошие люди, очень хорошие актеры, очень хорошие, трупы очень хорошие, да все хорошие. Владимир Тивосян в Брестском театре «Кукол» сыграл множество самых разноплановых ролей. Ему удалось поработать с сильными режиссерами, такими как Шкирионок, Юркевич, Кудашов, Лилявский и многими другими. А постановщики, в свою очередь, с удовольствием брали актеров в свои спектакли, ведь куклы, которым Владимир Тивосян дарит жизнь, отличаются от других. Владимир Георгиевич очень талантливый, очень не похожий на всех остальных артистов. Но самое главное, что мне в нем нравится, что он всегда открыт к чему-то новому. И совершенно не воспринимаешь его как человека, которому вот-вот исполнится 60. Когда мы с ним общаемся, такое ощущение, что он чуть-чуть старше, а то иногда даже и наравне. Коллеги отмечают, что работа с Владимиром Тивосяном одно удовольствие. Добрый человек, с отличным чувством юмора, который всегда готов прийти на помощь, таким видят его в Брестском театре кукол. Таким он остается даже в 60 лет. Хотя внешне этого и не скажешь. Ведь тот, кто связан с творчеством, сохраняет душевную молодость на долгие годы. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, как ими увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова, уже на грядущей неделе будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Facebook, Instagram, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я Виталий Матюшин, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин